СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ 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 СЕГОДНЯ У НАВС ГОСТЯХ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК Выдающийся государственный и политический деятель Советского Союза и Российской Федерации Сенатор Рыжков Николай Иванович Николай Иванович, здравствуйте Здравствуйте Николай Иванович Рыжков Выдающийся советский и российский государственный деятель Сенатор от Белгородской области Член Комитета Совета Федерации по федеральному устройству Региональной политики, местному соуправлению и делам Севера Родился в Донецкой области Окончил Уральский политехнический институт имени Кирова Трудовую деятельность начал в 1950 году на Уральском машиностроительном заводе в городе Свердловске Прошел путь от сменного мастера до генерального директора производственного объединения Уралмашзавод В 1975 году назначен первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения С 1979 по 1982 год был первым заместителем Госплана СССР С 1982 года по 1985 занимал должность секретаря ЦК КПСС по экономике С 1985 по 1990 год занимал пост председателя Совета Министров СССР Избирался депутатом Верховного Совета СССР в трех созывах В 1995 году был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Действительный член нескольких международных и российских академий Автор шести изобретений и двух научных монографий Более 200 статей и трудов в области машиностроения, экономики и управления Опубликовал десятки статей научно-технического содержания по проблемам экономики и управления Издал несколько публицистических книг по общественно-политическим проблемам современной России Дважды лауреат Государственной премии СССР в 1969 году за создание крупнейшего в Европе блока цехов сварных конструкций на Уралмашзаводе И в 1978 году за разработку и освоение установок непрерывной разливки стали Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Святого Владимира Второй Степени, советскими и иностранными медалями Я очень рада вам, горжусь тем, что знакома с вами, горжусь тем, что вы были знакомы с моим отцом Спасибо вам огромное за все, что вы сделали и для страны, и для нашей семьи Я очень благодарна за то, что вы пришли к нам Если позволите, я бы хотела спросить следующее Была ли какая-то в Советском Союзе определенная гендерная политика? И если да, то кем она определялась, кем она исполнялась? Было ли это введено в правило заниматься вопросами обустройства женщин, их нормальной жизни в рамках производственной, в рамках личного поля, производственного личного поля? Кто-то этим занимался в Советском Союзе? Интересовался кто-то этим? Интересный вопрос Он очень интересен, потому что то, что делалось раньше, резко отличается от того, что сегодня на самом деле происходит Ну вы спрашиваете, кто занимался? Все занимались? Все? Что это значит? Этим вопросом все занимались И ЦК партии, и партия занималась И занимались органы управления, Совет министров, министерства И занимались предприятиями Значит, вот вы упомянули, что я был генеральным директором Уралмаша Вот я тоже занимался этим вопросом То есть на каждом уровне все занимались своим делом Но все знали, что вот есть генеральная линия в отношении женщин Ее надо выдерживать А какой она была, эта генеральная линия? Ну она многогранная, очень многогранная была И, значит, трудно даже представить, какие области человеческой жизни не затрагивались вот этой программой Как такую программу, я даже не знаю, может, ну не то, что вот Конечно, были решения и съездов там и так далее Но все общество было пронизано тем, что надо все-таки женщины давать особое предпочтение Оно касалось всего Ну, к примеру, давайте самых таких обыденных дел Те же детские сады Да, это важно сейчас актуально Детские ясли Я, конечно, удивлен был, когда в 90-х годах я видел и читал и говорили по телевидению с восторгом Ой, сколько мы закрыли детских садов в Москве Переоборудовали, значит, где под обфисы, где-то еще что-то Под что Я был удивлен тогда, думаю, как же так Неужели эти люди не думают о том, что ведь появятся дети, значит, надо их воспитывать, надо куда-то отдавать Ну, к сожалению, такая политика была, она, по-моему, бездумная, просто бездумная Никто не думал головой, лишь бы только продать, продать, передать и передать А потом уже 10 лет назад Я вижу, что совершенно по-другому По каждый детский садик, который сейчас спускается в Москве, чуть не митинги проходят По телевидению показывают и так далее Ну, как говорят, время ушло Время ушло Это показывает, что, ну, значит, вся практика и весь подход, допустим, тем же детским садам, детским садам Он абсолютно неприемлем был У меня была дочь Она с трех лет, она пошла тоже в детский садик, с трех лет Марину вы имеете? Да, Марина С трех лет, и до школы она была в детском садике Вот, как все остальные Вот, и поэтому А кто содержал этот детский сад? Значит, по-разному Все было совершенно по-разному сделано Значит, что касается крупных заводов Вот, наш крупный завод, ну, не только наш, таких заводов много в стране, подобных Это детские сады были при заводах И они подчинялись заводу, и мы финансировали их Так, а вот кто-то обязал заводы заниматься этой социальной частью? Сами себя Сами себя Если мы видели, что начинается какая-то очередность Так Вот, мы немедленно принимали решение построить один детский садик, два детских садика На свои деньги, да? Нет, конечно, на свои деньги, чтобы ни в коем случае никакой очередности не было Я знаю, что, когда, значит, надо там ребенка устроить, подаешь заявление Никаких вопросов не было Ну, может, отдельные были, какие-то далеко, там, значит, детский садик и так далее А школы? Школы содержал завод сам? Или это было государственное действие? Нет, школы не задержал Ну, вот, что касается детских садов Мы содержали, ну, я могу сказать, на Уралмашзаводе было 50 детских садов Это очень много 50 Вот все эти наши заводские Платил, я хорошо помню Мы платили за свою дочь 12 рублей в месяц Это небольшая сумма была Вот, все это на полном обеспечении, конечно, дети там ухоженные были Вот я сейчас знаю, у меня есть знакомые Вот, в том числе у них есть дети, внуки Которые говорят, они вот родили ребенка И бегом, тут же получает документ Бегом ставит на учет, чтобы ему, значит, дали, значит, детские ясли, детский дом Не хватает детских садов Так вот, не анекдоты, это были Это на самом деле, я знаю этих людей Когда приходил ответ, что ваш ребенок вот был в очереди Пожалуйста, очередь дошла А он уже в утром классе был Ну да А имела возможность женщина поэтому работать идти Из-за того, что был бесплатный детский садов Ну, во-первых, конечно, это... Практически бесплатный И женщина могла работать Вот, и второе Все-таки ребенок был, значит, ну, ухоженный ребенок Там очень квалифицированный народ был А как привлекался женский труд? Вот какая-то была политика в Советском Союзе по привлечению женщин к работе или нет? Была, ну, во-первых, было твердое законодательство Она доходила до нас, заводчан Что мы имели право, допустим, женский труд применять вот на таких производствах только Вот, ну, основная масса все-таки применялся женский труд И крановщики были, и, значит, и слесари были, и, значит, и станочники И прочие-прочие специальности Ну, были вредные профессии, где вообще не рекомендовалось применять женский труд Ну, к примеру, шахтеров в шахте женщин не было Войну, говорят, были Ну, в то время, вы знаете, какое время было Ну, войну, конечно После войны женщин запрещено спускаться было вниз Я вот сам родом из Донбасса, из шахтерской семьи Я знаю, что женщины, вот, они занимались воспитанием детей Не потому, что они очень хотели сидеть с детьми Потому что им деваться некуда, им было запрещено Какие-то производства запрещались, но это единицы Это единицы Но потом, вы не забывайте, целая была градация, целая шкала пенсионных дел Да, да, да И женщины всегда имели приоритет по сравнению с мужчиной Ну, да, они раньше, вы имеете в виду, что раньше на пенсию входили? Вот считайте, значит, если мужчина максимальный срок 60 лет, у женщины было 55 лет Значит, если, значит, мужчина, значит, по второму списку так называемые списки были Это, ну, такие списки в законе Да Их все знали по спискам Второй список Мужчина, допустим, 55 лет, ну, шахтер, например Да, да То женщина 50 лет, химик, примерно Ну, понятно, по профессии это было Да, а если, значит, первый список, мужчина, значит, мог 50 лет пойти в горячих цехах, опасных цехах, женщина 45 лет А сейчас это соблюдается, градация по профессиям? Я, честно говоря, я не знаю, как на самом деле соблюдается Но то, что вот вы спрашиваете, как было, это точно И это совершенно четко выполнялись Профсоюзы имели огромнейшее значение Я, как директор завода, может быть, иногда не очень удовлетворен Вот они там, как говорят, давили меня Потом же, когда время прошло, я думаю, вот, все-таки они занимались Правильно давили Правильно, правильно давили, правильно Николай Иванович, а в пропорциональном отношении, вот на Уралмаше Женщины в каком количестве были представлены? Насколько было больше мужчин, чем женщин? Или по уровну? Какая была пропорция? Не скажете? Нет, у нас меньше было У нас тяжелое производство было Я думаю, у нас было процентов 30 Ну, понятно, из-за производства А в целом по стране какая была статистика? Ну, значит, примерно около 50% И потом, знаете, тут зависит от специальности, квалификации Допустим, в конструкторских отделах, технологических отделах у нас довольно сильные были Вот, там до 40% женщин было На производстве непосредственно в цехах там меньше В горячих цехах еще меньше Вот, поэтому Тут четко Профсоюз очень сильно боролся за женщин А был отдельно женский профсоюз какой-то или нет? Или профсоюз все-таки был по специальности, да? Нет, профсоюз был один Но у них, я знаю, что Были секции или там были отделения Которые занимались женщинами Занимались другими делами Ну, к примеру, на Уралмарзавода В Сапкове профсоюза было отделение для глухонемых У нас не много, не мало, знаете, сколько было? Сколько? 800 человек Очень много Очень много И поэтому мы имели в штате, в профсоюзном штате, 4-5 переводчиков Мы специально за ними программы делали, чтобы как-то поддерживать этих обиженных богом людей Вот, профсоюз занимался этим делом Понятно Профсоюз А Николай Иванович, мы сейчас уйдем на двухминутный перерыв И после этого вернемся к разговору Мы вернемся к вам через пару минут Дорогие друзья, я напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Николай Иванович Рыжков Государственный и политический деятель Советского Союза и Российской Федерации Сенатор от Белгородской области Николай Иванович, продолжим нашу беседу? А вот мне хотелось бы, знаете, какой вам вопрос задать? Если говорить о Советском Союзе в целом Шли ли женщины в политическую практику или неохотно это делали? И если взять, например, органы управления в Советском Союзе Какой процент женщин был представлен в органах государственной власти в целом и в политических органах? Ну, здесь надо смотреть уровень управления На самом высшем уровне, на самом высшем Ну, я представлял Совет Министров, то есть правительство Советского Союза У нас женщин было несколько человек, всего ли, министров От чего это зависело? Ну, зависело от многих факторов Но был какой-то не то что перекос Значит, понимаете, какое-то, значит, вот стремление Женщины больше занимали место в представительных органах власти В Советах народных депутатов В Верховном Совете, Верховных Советах и так далее Ну, я знаю, что сегодня очень многие критикуют Что вот там Советский Союз, там насаждал так А я считаю, правильно насаждали Я знаю одно Что я был депутатом Верховного Совета Еще будучи директором завода я был И несколько лет я был Потом уже переехал в Москву Со мной были женщины В нашей области Наши делегации 30% женщин Это была какая-то квота специально определенная? Да, была квота Я считаю, она была правильная Потому что одно дело, когда все, как говорят, естественно происходит Это длительный процесс Может быть, затянется многие годы Но кое-где надо было применять просто власть И в данном случае применяли власть И женщин было 30% Но сейчас в Думе немножко больше А посмотрите, сколько раньше было Несколько там, 5-10 лет назад Единицы То есть сейчас активно этот процесс виден? Сейчас немножко лучше И у нас в Совете Федерации больше стало женщин Поэтому была линия Что женщина в силу обстоятельств Семейных обстоятельств И других обстоятельств Может она не так быстро проходит Адаптацию к какой-то органу управления Советованные и так далее Парламента Поэтому, значит, вот применяли вот такие квоты И я считаю, это совершенно правильно Совершенно правильно Николай Иванович, а вот для сегодняшнего момента Когда женщины достаточно активно себя ведут Как Вы считаете, нужна квота или нет? Если нужна, то какая? Или это должно быть каким-то естественным образом регулировано? Как Вам кажется? Представительство женщин в органах власти Я, например, считаю, что в органах представительной власти Представительной То есть Верховный Совет Вернее, не Верховный Совет А областные думы Или, значит, там Государственная дума, Совет Федерации То есть представительная власть Я лично считаю, что Для того, чтобы рано или поздно Все-таки женщины почувствовали Что о них думают Я бы все-таки квоты вводил бы А какие? Ну, может, 30% Те же самые, да? Ну, почему? Хуже не будет И ведь из них очень много вырастало Хороших руководителей Вот со мной были И рабочие были И, значит, конструктора были Вот Из них проходило пять лет депутатства И смотришь, они совершенно другие люди Они уже годны совершенно для других А если бы они не были в Верховном Совете пять лет Они бы не набрались такого опыта Школы не было бы А вам легко было с женщинами работать раньше? Вот скажите, пожалуйста Вам, мужчине, как было работать? Сложно, легко? Были какие-то нюансы? Да нет, я должен сказать У меня особых нюансов не было Потому что Наш завод очень сплоченный Был очень сильный И у нас до мелочевки мы не опускались никогда Вот Ну, конечно, какие-то претензии женщины выставляли И у нас женские конференции проходили И я туда как... Но мужчины обычно негативно к этому ко всему относятся Я поэтому издаю такого Я пять лет был главным инженером И пять лет генеральным директором Особенно главным инженером Когда ходил на эти конференции Там день-два проходили Но я скажу, я оттуда мокрый выходил Конечно, наверное, давали прикурить, да? Там прикурить они давали На трибуны, значит, как говорят Так тебе критикуют Ну, мы считали это нормальное явление Да, иногда обидно, обидно слушать Но они каких-то конкретных целей добивались? А эти цели, вот очень важный вопрос для нас Для Союза Женских Сил, для понимания Нам иногда кажется, что мужчины и женщины не понимают Вот те цели, с которыми женщины выходили на эти конференции Они были вам понятны? Или они вам как бы открывали глаза на то, что вот они хотят? Да нет, я не могу сказать, что они полностью открывали глаза на то, что мы не знаем Но они, по крайней мере, подчеркивали то, что мы знаем, но не решаем А какие-то были вопросы? Ну, вопросов очень много, очень много Вот возьмем, ну, к примеру, питание Вот, то есть это тактика? Тактика? У нас на заводе было 50 столовых, рабочих столовых Естественно, значит, там питались все мы И я в том числе на заводской столовой питался И не везде все одинаково было Особенно в горячих цехах Я вот часто заходил, как директор завода Заходил там во время обеденного перерыва Значит, и там и женщины были Ну, вот они не стесняясь говорили Директор, посмотри, что нам дают Мы, значит, мокрые приходим сюда Горячих, значит, горячих цехов А нам, значит, какую-то натотеню Где она плавает, говорит, это натотене рыбы То есть они конкретные вопросы решали ежедневные Ну, конечно, жирная рыба Да еще, значит, макароны, рожки эти, значит Они говорят, что это такое? Я чуть живой, а ночью мне еще вот это И, то есть, вот такие по питанию очень много А здоровьем занимались в женском Советском Союзе как-то? Вот отдельно женским здоровьем? Были какие-то программы специальные, нет? Были какие-то условия работы специальные Если женщина не была здорова, там, или беременна, например? Были, значит, программы было Все было Понимаете, это всеобъемничая, вся работа была И вот трудно даже представить, что не делалось Ну, что, ну, даже сегодня иногда начинаешь вспоминать И, значит, просто диву даешься Почему именно так делалось? Почему не по-другому? Я считаю, что много, много делалось Может, много еще не было сделано Но каждый раз, каждый раз мы двигались как-то вперед Решали эти проблемы Вот И женщины На конференциях, конечно, они подбадривали крепко А на торжественных таких вот мероприятиях На конференции, женские конференции И 8 марта, и другие праздники там Ну, это приятно было приходить А не забывали, что они меня только что били Колотили Ну, условно, конечно Да, встречали распространенными объятиями Нет, я считаю, что программа, она была И она крайне необходима По-другому в то время, когда родилась советская власть Когда мы перешли, там, 30-е годы Индустриализации тяжелейшие Война после войны Ну, просто не делать каких-то особых льгот для женщин нельзя было Она бы совсем опустилась бы А совсем Поэтому кругом, во всех делах И трудоустройстве, и, значит, вот И в бытовых условиях, и садике, и ясли там И, значит, детские эти кухни, значит Молочные кухни, значит, открывались Чтобы ходить туда, ребенку, значит, там Брать молоко Или Хотя Я думаю, что, конечно, вряд ли все сделано Ну, вот, к примеру Один пример довольно интересный Вот сейчас Валентина Ивановна у нас Председатель Совета Федерации Да Матвиенко, значит Она известный человек Мы с ней познакомились в 89-м году Она была депутатом Народный депутат СССР И я, как председатель Совета Министров Тоже был народный депутат И она занималась Она возглавляла В то время комитет Комиссии, по-моему, были Материнство и детство И она работала около года И, значит, все время со мной консультировалась И, в конце концов, она вышла с предложением Закон Который коренным образом все менял Вот женщина и детей Так И детство Ну, я сейчас не помню Сколько После родовой По-моему, несколько месяцев было То есть она со своей инициативой вышла Да, да, да Молодец какой Да После родовой, по-моему, несколько месяцев всего лишь Я по супруге помню все это Конечно, это мизер был И она вышла с предложением И мы ее поддержали Хотя некоторые потом выступали Николай Иванович Мы потеряем женщин Кто будет трудиться И так далее Тем не менее Мы приняли закон Тогда Она подготовила Я ее поддержал Мы приняли закон Который После родов Полтора года Плачем отпуск Полтора года И полтора года Не оплачивая отпуск Сохранением Значит Стажа И рабочее место Совершенно другое Совершенно другая картина была Это вздохнули люди Конечно Так вы знаете В 90-е годы Я не знаю Сколько осталось Старых законов Почти ничего не осталось Все поменяли Пообрасывали Поменяли А этот закон живет Вы знаете Никто не трогает его Потому что он хороший Да, нужен Спасибо вам огромное За то, что вы сегодня пришли Я вам желаю Счастья, тепла И любви Это была передача Союз женских сил С Ингой Легасовой И в гостях у нас сегодня был Николай Иванович Рыжков В следующий раз Мы продолжим Наш разговор До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова